Если вы хотите узнать об открытии нового сервера MonsterDM, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика, как и полагается, Arizona RoliPlay Phoenix IP, а также мой никнейм DanteConnor находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, а в моем телеграм-канале как бы есть ссылочка на скачку, допустим, Arizona Mobile. И не исключено, что рано или поздно там появится ссылка на скачивание какого-нибудь, знаете ли, лаунчера, клиента для того, чтобы играть в MonsterDM на Android, на своем мобильном телефоне и вот на всем, на всем прочем. Также там выходят всякие инсайды, все прочее, уведомления о видеороликах новых. В общем, заходите туда, подписывайтесь, да и в общем, в общем, в общем. Давайте начнем. MonsterDM 9 апреля запустил свой четвертый сервер, потому что три других были уже абсолютно точно полностью заполнены. Вы знаете, сейчас это распространенная практика, то есть многие GTA-сам проекты, возможно, даже CRMP проекты открывают новые серверы. Вот, допустим, возьмем за пример. Не так давно рассказал вам про Радмир CRMP, который вот не так давно открыл десятый сервер в CRMP и таким образом занял суммарный онлайн в размере 10 тысяч человек. Так вот, сразу после выхода моего того видеоролика, они объявили о том, что будут, в общем-то, запускать уже 11 сервер. То есть, останется еще один сервер и они приблизятся или, возможно, даже догонят Arizona Roleplay по количеству суммарного онлайна. Там, знаете ли, скоро Diamond Roleplay тоже планирует что-то такое, запускать какой-то свой новый проект, свой новый сервер под названием Gold. Все это происходит из-за карантина. Вроде как там что-то и Advance хочет запускать, но я про это ничего не знаю, поэтому всякие фейки, всякую дезинформацию запускать вам сюда не буду. Это не имеет абсолютно точно никакого значения, вы только дезинформацию, вы в комментариях, там, знаете ли, больше четырех слов еще начнете писать. Ой, ты что, вообще дурак, что ли, или ты вообще дебил, там. Ну что такое, Advance Roleplay никакие сервера не запускает. Diamond, да, Arizona, да, там, Радмир CRMP, WAN, CRMP, RP, да, там все вот это вот запускают. А, в общем-то, Advance Roleplay ничего не запускает, то есть, ринга там сидит, празднует свой, там, я не знаю, 28-й, там, 38-й, 39-й день рождения. И, в общем-то, в хуй не дует вообще ему там поебать. Однако, сегодня мы тут собрались не для этого. Сегодня мы тут собрались для того, чтобы обсудить MonsterDM. Вообще, у MonsterDM такая, знаете ли, достаточно смешная история развития. Раньше про них никто не знал, никто не знал, никто не знал. Вдруг они каким-то образом, непонятно каким, взлетели и стали, там, я не знаю, топ-одним DM-проектом в GTA Sampi. Да, я слышал про MonsterDM. Интересно, какого же монстра могли называть таким именем? Там были и гангвар, можно было повоевать за территории, которые абсолютно точно ничего не дают. Но если, там, допустим, нужен был какой-то геймплей для видеоролика, при том, что ты, допустим, какой-нибудь, там, я не знаю, гетто-ютубер, в общем-то, петух. Да, и, в общем-то, ты мог туда зайти, настрелять каких-нибудь, там, я не знаю, фрагов под мувик или просто настрелять фрагов. И уже начать всё это монтировать в самой лучшей программе под названием Sony Vegas Pro. И так вот получилось, что, вот, никто не знал про MonsterDM, но потом, вот, он начал каким-то образом разрастаться. То есть, там, первый, второй, третий сервер, и вот сейчас уже четвёртый сервер. Вообще, изначально планировалось, что четвёртый сервер, он будет, знаете ли, с, ну, в общем-то, на Android. То есть, он будет на Android, и вроде как он планировался вообще как ролеплей. То есть, когда-то давно я уже выпускал ролик про MonsterDM на телефон, рассказывал о том, что, там, ой, MonsterDM, как это вообще будет работать на телефоне, а как там всё это будет. И мне тогда в комментариях понаписали, что, мол, ты дурак, ты дебил, вообще, чё ты такое говоришь, ты вообще в адеквате, или ты вообще, там, я не знаю, неадекват, вообще, кукол-то какой-нибудь, там, я не знаю, всё прочее. Они не запускают DM-проект, они запускают ролеплей-проект, как бы, на мобильном телефоне. Вот, и всё, я тогда ещё подумал, блядь, MonsterDM, они же никогда никаких ролеплей-проектов-то не делали вообще, что это нахуй такое, абсолютно точно непонятно. А также, по-моему, в 2018 году, вот этот вот самый MonsterDM купил Evolve RP за полмиллиона рублей, насколько я понимаю, как говорит сам Максим Кутревцев, по информации из интервью Тофика Дипсайза, он купил данный проект в рассрочку. Но потом, видимо, безвозмездно, без возмещения каких-либо средств, всё это вернул. Непонятно, выплатил ли он полную сумму тогда за тот проект, 500 тысяч рублей, или оставил вот их полностью себе. Потому что MonsterDM, ну, ежу будет. Понятно, что он полмиллиона рублей, ну, не стоит. Потому что, ну, а с чего там идёт прибыль? С админок? Ну, я не знаю, рублей 500 тысяч, а там, с этих админок в месяц идёт. Ну, а как бы ты сколько, ебать, 500 тысяч месяцев, блядь, окупать будешь или чё нахуй? Ну, серьёзно, ну, чё, я не знаю, вообще, блядь, чё происходит-то? И, в общем-то, как-то так всё это и получается. То есть, планировался проект, вообще, рулиплей, насколько я понимаю, под мобильный телефон. Планировался, планировался, планировался. Все ждали, все надеялись, все думали, о, MonsterDM, MonsterRulePlay. Действительно, что-то такое, знаете ли, крутое, классное выпустит. Но, по итогу, открылся четвёртый проект, просто четвёртый сервер данного проекта. И, в общем-то, все такие, типа, а, ну, открылся я, открылся. Вообще, это, знаете ли, такой охуёвый проект. РП нету, там одни ДМщики, в общем-то, одни воины за территорию не хотят. Они там абсолютно ничего делать. То есть, ну, такое себе абсолютно этот, знаете ли, MonsterDM. Ну, а вообще, как бы, это было всё, что я тут хотел сказать. И, по итогу, мне до сих пор осталось вот непонятным только одно. Так они, РолиPlay сервер делают под мобилку? Или всё-таки ДМ они хотят сделать под мобилку? Или и то, и то. Если кто-то из вас, мало ли, смотрящих данный видеоролик, обладает такой информацией, то можете, разумеется, и поделиться в комментариях под данным видеороликом. Заходите туда, нажимаете там «Оставить комментарий» и пишите комментарий из четырёх слов. Мол, там, ты знаешь, мой дорогой друг, вот я посмотрел, так сказать, проанализировал всю информацию, просмотрел все источники и пришёл к такому одному логическому выводу, потому что, на самом деле, монстр ДМ, он запускает серо-бурмалиновый сервер с режимом РПГ, с элементами паркура, возможно, там будут какие-то квесты, ММО, РПГ и всё-всё-всё прочее. Поэтому ты, как бы, вот этот вот свой ролик удаляй, а вообще я пошёл играть в прототип 2 или 1. Всё, поэтому давай пока и до свидания. Надеюсь, что от многих из вас я такие комментарии под моим вот этим, знаете ли, видеороликом увижу. Если я их не увижу, то, сами понимаете, ну, я буду ругаться как минимум сильно, а как максимум больно. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Хочу вам напомнить, чтобы вы оставались дома, носили защитные маски. Если они, разумеется, вам помогают, если не помогают, то в любом случае носите. Носите перчатки, носите все прочие вещи с собой, ключи, телефоны. Мойте руки 20 раз в день, каждые 30 секунд. И всё у вас будет замечательно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока!